И всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем наше прохождение Морровинд, второй сезон. Что мы тут делали-то? Книжки воровали, друзья. Решил я пока что не спешить с прохождением прямо за Ориона, потому что мы так слишком быстро пройдем на самом деле Телвани. Поэтому я подумал над тем, чтобы пока что попроходить еще некоторые миссии за совет. Ну и показать, что вообще можно добыть при прохождении за Телвани. Давайте вернемся немножко назад. К Ориону. Еще у нас полный перевес, надо немножечко выложиться. Так, амулет уже не нужен. Положим тогда пока что... А чтобы положить-то все вроде нужное. Посох Трибониуса мы все равно им пока не можем пользоваться нормально. И кинжал я выложу. Остальное... Так, это все нужно, это нужно. Наверное, Божественная Метафизика. Не нужно. Я обычно всегда у Ориона всегда выкладывался. Остальное пока оставим. Так, что мы делаем здесь, друзья? Мне нужно вернуться будет в совет, но для начала... Ну, посох волшебника хватит. Заглянем в музей артефактов Двеймеров. Насколько я помню, он находился... Ой. Центральная башня. Только наверх или вниз? Так, Тельвоз. Да, вот он, тот самый музей. Здесь есть даже целый паровой центурион, различные доспехи. Очень много, кстати, планов. Ай. Вот это нехорошо. Надо поспать день. Зря я использовал все-таки. Он две минуты целых длится. Ай, нехорошо-то как. У вас поспать даже негде, что ли, люди? Вы что? А в камере у того? Нет, тоже нету. Кстати, держа тут пленного имперца. Это тоже как бы музей, но только уже имперский музей. Поэтому здесь пленных имперцев держат. Кстати, здесь где-то книжка была. Нам все равно нужно поспать, чтобы повысить уровень. Уж наконец-таки. Давайте наверху посмотрим, что. Жалко, нельзя отменять заклинание. Если здесь... Было бы крайне полезно. Ну, ладно. Ой, ой-ой-ой. Точно. У нас там ходячие трупы ходят. Вы что? Что вы творите, стража? Так мне просто не украсть, друзья. Мне нужны, по-моему, схемы. Планы не нужны, двеймеров, но... Возможно, я их тоже украду на всякий случай. Но зря я все-таки использовал. Как долго? Что-то мне, друзья, не охота ждать. Поэтому мы сделаем кое-что. Хотя, да, так не получится, да? Тоже. Черт. Все, наконец-таки прошла. Сейчас попробуем украсть вот эти вот... Схемы. Главное, чтобы нас тут не запалили. Украсть их... Наверное, не так просто. Вот черт. Еще раз. Ага. Получилось. Сохранимся. И еще вот эти. Но с этими намного сложнее будет, я думаю. Если только она здесь не уйдет. Давай. Получается так. Отвлекись на меня, пожалуйста. Солнце мое. Давайте подождем. Походи немножко, пожалуйста. Эй. Что здесь у вас за стража-то такая работает? Ненормальная. О, теперь вас двое. Ну просто прекрасно. Как у тебя дела? Давай. И ты, парень. Парень, парень. Уйди. Ради бога. Кыш отсюда. Все вон. Есть. Сейчас попробуем. Так. Не получается никак у меня встать на позицию. А, потому что она уже повернулась. Да е-мое. Что так смотришь на эти чертежи? Они тебе не нужны. Вот. Это наш шанс. А может быть и нет. Вот. 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 Есть. Наконец-таки. Слава богу, украли чертежи. Так. В следующий раз я буду использовать... Эм. Кинжал. Так будет намного безопасней. Теперь, друзья, отправляемся в Садритмору. Воз, стальвоз. Просто сегодня подобываем некоторые вещички, которые, в принципе, не являются артефактами, на самом деле. Но при прохождении вы могли их, возможно, не заметить. Крайне интересны, допустим, зачарования у них или еще что-нибудь такое. Начнем с Садритморы тогда. Хотя легче было с Теляруной. Ну да ладно. С кем мы поговорим? Ты голос... Чей ты голос-то? Тираны, да. Ты у нас, госпожа Драта. Нет. Ты. Архимагистр Гатрен. Так, а что у тебя за работа-то была? А, да. Балладу своего Демнивани. Нужно задать три вопроса. Мы как раз-таки ему собираем три книги. Поэтому нам по пути это сделать. Исчезновение гномов, артефакты двемеров, языки двемеров и так далее. Это мы выполним. Отлично. Здесь у нас... Нужно доставить господину Нелоту посох Серебряной Зари. У кого-то есть гильдии магов. Поэтому стоит слетать в Волверен Холл. И еще, наверное... Ты благословенец. Господин Ариан. Ага, 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 ага. Он так живет в Тальвосе. Да, спасибо. А задания какие? Кто принесет зелье из лечения? Мора. Ну, здесь его, в принципе, можно купить. Купить несколько зельей из лечения Мора и принести ему. Так. Тогда давайте сразу же займемся выполнением квестов. Заодно, друзья, я съезжу сейчас в Талеру. Ага. Миссию, которую я не буду брать, но тем не менее покажу. Что такое? Отсюда нельзя обратно в Талерун? Кто придумал это вообще? Миссию выдает, по-моему... Ай. Заряды теперь кончились. Нелот, насколько я помню. Если вы сами к нему подойдете, он не у голоса возьмете эту миссию. Но тем не менее, брать ее не будем, а плоды этой миссии возьмем, так сказать, награду за эту миссию. Для начала нам нужно посмотреть, где у нас тут жилые помещения. А, ну отлично. Помещение башни. Вот, друзья, одна из самых лучших мантий в игре. Квест. И если вы принесете эту мантию Нелоту, то он даст вам всего лишь, друзья, 10 дрейков за нее. Мантия зачарована на отражение, на увеличение интеллекта, поэтому с ней немножко будет сложновато нам справиться. Тем не менее, попробуем. Сейчас восстановим ману. Наденем вот этот вот. Также посох Магнуса. Посмотрим, что из этого выйдет. Крайне неприятно нам с ней будет драться. Попробуем ее оскорбить. Как уж подействует. Не подействовало. Оскорблений у нас всего 15, поэтому... Тут как повезет, на самом деле. Так, чувствуем не про канал. Так, даем тысячу ей. Еще тысячу. Что ж на тебя ничего не действует-то? Я тебя прикончу. Так прикончи меня. Еще тысяча. Все, отлично. Возьмем сейчас тогда посох волшебника. Ой, это я хорошо, конечно, сохранился. Упс. В текстуру уже пропадаю. На самом деле, магии-то она не очень владеет, а вот мечами она так владеет-то неплохо. И отражает еще в нас собственную магию, поэтому... Видите, отразила. Вот зачем ты туда ушла? Вот зачем ты туда ушла? Куда ты ушла? Беги обратно. Ох ты. Не достанешь, не достанешь. Я хочу, чтобы чувака не задеть случайно. Шар холода в тебе. Все, вот так вот, отлично, друзья. Я не знаю, по-моему, она состоит как бы в гильдии магов, и если вы на нее нападете, то она точно вас прикончит. Забираем свои 3000 золота. Вот, друзья, та самая мантия. Мантия гордости драка. Увеличение интеллекта 10 пунктов. Сопротивление огню 25. И отражение 25. Одна из самых лучших зачарованных на постоянный эффект мантии в игре. Поэтому ее мы оденем. Спасибо большое. Тем не менее, можете продать ее Нелоту, или кто-то вам дает это Гатрену. 10 дрейков получить. Все, остальное у нее не важно совсем. В общем, такая вот неплохая вещичка, о которой можно узнать как раз таки из квеста. Как мы сюда попали там? Ну, теперь можно обратно в Садритмор улететь. Эй, пусти меня. Так, ВОЗ, Тельмора, Дагонфелл. Нет, Тельмора давай. Так, попросит меня достать 3 зелья исцеления Мора. Анделу, Тельлонийскому аптекарю из Тельвоса. Ммм, Тельвос надо достать, да? Окей. Сразу же разберемся тогда здесь. Кто тут у нас алхимиком-то был? Нет. Нет, нет. Аптекарь. Вот аптекарь нам понадобится. Так, у тебя точно должно быть. Надеюсь, по крайней мере. Хотя что-то 3 штуки я ничего не вижу. Излечить паралич есть. Излечить обычную болезнь. Противоядие. А, вот моровая. Ну ладно, уж своим-то. 73 золотых. Хватит сжаться. Отлично. И еще один квест у нас здесь связан с тем, что нам надо сходить в гильдию магов. Волверенхола. Как-то туманненько. Перское святилище. Так, а что у тебя? У кого тут можно посох-то узнать? Наверное, та, которая торгует зачарованным. Сынни Мора. А, здесь можно спросить. Посох Серебряной Зари? Он есть у Ариэль. Кто у вас Ариэль? А, вот ты. Посох. Да, она готова нам продать его за 300 дрейков. Поэтому отдадим ей ее. Я думаю, что можно обратно лететь. У меня всего парами. Заодно я думаю показать еще одну вещь, которую требует добыть Терана. Но также я бы не советовал ее отдавать, если вы, допустим, начинаете играть в игру и просто не знаете, что есть такой амулет. Называется Амулет Плоти, ставший целым. По крайней мере, я думаю, добыть его будет уже не так просто, как это было сейчас. Нет, не сюда. Ну, вы настроили тут, конечно. Да, вот это помещение. Здесь есть вот такой вот проходик. Наверх взмываем. И тут должен быть вот такой вот эльф. Беринг-гиваль. Нам его тоже придется убить. Что поделать? Жизнь такая. Но он крайне силен, я бы сказал. А тому, что владеет арбалетом. Раньше очень парился его убивать. Я думаю, что сейчас ситуация не особо изменится. Опять бутыльки подходят к концу. Все как-то не очень складывается с этим. Нам придется, наверное, вызвать кого-нибудь. Потому что в одиночку я сомневаюсь, что смогу завалить. Скелет прислужник. Кстати, вот это, я думаю, даже хватит скелета прислужника. Все равно мы добудем кое-что получше в скором времени. И Арион нам даст кое-что получше для вызова. И мы будем таким вот уже призывателем. Так. Спасибо. Как бы мы его только еще не покалечили. Ой, ты куда? Скелетик нет. Зачем ты? Его здесь можно просто так бить, друзья. Ну вот, я скелета уже задел. Посох волшебника. Такой звук вообще. Да, хватило, чтобы его отвлечь, друзья. И здесь, конечно же, можно забрать щит святого. Он все-таки абонитовый. Можно его неплохо продать. И вот, друзья, амулет плоти, ставшей целой. Восстановить здоровье 1 в 150 пунктов. Противоядие. Излечить обычную моровую болезнь. И также восстановление некоторых характеристик. Ловкости, выносливости, силы и привлекательности. Конечно, мощный так заочарован. Но есть один, друзья, минус. Этого амулета хватает на использование всего на один раз. Тем не менее, если вам повезет. Либо для начала, если нужно восстановить какие-нибудь характеристики. Вполне себе такой вот неплохой амулетик. Вот, друзья, что, в принципе, можно добыть. Это одних из тех вещей, которые можно заработать здесь. Играя за Тлвани, проходя за них миссии. Вот за другие, вот, я не видел, чтобы так можно неплохо было разжиться интересными вещичками. И причем это еще не конец. Сейчас мы сделаем несколько еще квестиков. Хорошо иметь, кстати, и кинжал, и посох, левитация. Очень помогает это в передвижениях местных. Так, ну кому тут посох нужен был? Работа нет. Три вопроса. Вот, посох. Да, возьми. И она дает нам стеклянный клинок ускользания. Научить вас ослеплять врагов с помощью этого посоха? Научи. Пужи не будет. Слепота. 20%. Ну это ничего, фактически. И вот, пост, стеклянный клинок ускользания. Фактически, ни за что вы, друзья, можете разжиться клинком, который продать за 6500. Ну, либо использовать, если вы короткими умеете пользоваться. Паралич 10 секунд. Неплохо, да, как бы? Работа, что у тебя? Нет больше заданий, да? Исцеление удушья. Главное, исцеление удушья. Нужно исцеление мора. В Тальвосе? Ну, в Тальвос уж вернемся, когда выполним миссию. Теперь, да, я думаю, опять вернемся в Олверенхолл. И отправимся тогда в Балмару. Нам нужно докупить последнюю книжку. Пламя Вера Нчака. Чтобы уже пойти в Гнинис и поговорить с нашим магом. Убедить его вступить. Поделись своими мыслями, друг. Давай, давай. Книжный магазин. Посмотрим сейчас. Пламя Вера Нчака. Кабу ГД, Йожезе и Каламэнне. О, ПРСТ. Так. Разваленный Кемильзе. Нет, это я что-то уже... Пламя Вера Нчака. Вот она. Нет, стоимость главная 60, а продает за 65. Что это за торговцы-то пошли такие? Последняя книжка. Сейчас отправимся в Гнисис. И как раз таки выполним еще две миссии. Заодно. Кончилось, ну ладно. Зачем? Вот он живет именно здесь. Прямо с людьми рядом этот маг. И поэтому многие из них боятся тем, что он занимается различной там некромантией и так далее, местные жители. Но он вполне себе мирный. Кроме крыс. Блин, крыс точно крыс. Придется пить еще один бутылек. И огненным укусом пользоваться. А, ключ. Тут ведь точно. Надо было ключ взять. Где он только был? Это ведь здесь вроде как. Либо в камерах лежал раньше. Ой, нет, извиняюсь. Не хотел вас потревожить. Так, это что-то я уже кругом, да, прошел? Здесь же камеры были. Матерые крысы. Эбонит. А здесь еще хуже. Ловушка, да? Странно. Посмотрим. Вот он, ключ, точно. От зала вызывания. Красноречие. Давайте враг близко. Где тут враги? Ё-моё. Чего вам говорить? Это совсем мирная башня. Открываем, друзья. И здесь нас встречает аж Дейдрот. Но на самом деле он совершенно мирный, друзья. Хотя я всегда с ним воевал. Красавец. В обливе они уже не такие уж красивые. Их даже целый электрический центурион. Кстати, если выполнить за него миссию, после достать кольцо одного гнома, призрака, то он научит вас как раз таки призыву этого центуриона. Но еще призыву центуриона можно научиться в храме. Когда вы достанете, по-моему, амуниклы двемеров. Поговорим? Да, я Бавадас. Нужно вступить в совет. Его мало интересует совет. Поэтому на том условии. На каком условии? Ему нужны книжки. Присхождение. Вот возьми. Пламя Вера возьми. И... Хроникин Челефта. За это он, кстати, нас очень много чем награждает. Это при том, что это можно прямо сразу же выполнить. Например, ботинки. Ну, 6 пунктов акробатики. Вначале неплохо. Что вам нужно? Всего лишь несколько выполнить миссий. С затылвания. Поезд. Но это не очень. Вот это очень хорошее касание. Открыть 50 пунктов, друзья. Вам не нужно брать, допустим, знак башни в самом начале игры. Выполнили несколько миссий в совете. Там побегали, купили, принесли. Тут принесли ему книжки. И у вас уже, считайте, кольцо. На открытие 50. Его, я думаю, оставлю. И вот этот очень хороший, друзья. Амулет предостережения. Паралич 30 секунд. Причем зарядов-то так неплохо, я бы сказал. Удар холода. Но тут, кстати, 60 урона может удар холода нанести. Временно. Вы понимаете, какая это вообще награда какая хорошая? То есть, мы уже достали неплохие такие вот артефакты, чтобы стать таким и таким зачарователем, который не пользуется уже фактически магией, а вот такими вот всякими штуками. Так, спросим его еще насчет двиммеров. Отношение у нас с ними уже хорошее, поэтому он нам, я думаю, на все ответит. Три вопроса. Исчезновение гномов. В общем, он тут много чего может рассказать. Неревар. Луная звезда. Ну, вы видите, да? Артефакты двиммеров. Про руины рассказывает. И еще один вопрос. Язык двиммеров. Неизвестен, возможно, изучить его нельзя. Многие книги сделаны после основания Рейсдайна. В общем, язык тоже изучить невозможно. Вроде все. Все три вопроса он ответил. Поэтому можем уже возвращаться, я думаю. Вначале к Ориону, да. Три благословения, сэр. Вступить в совет. Он присоединился. Как это еще не присоединился? Я же уже... С помощью него мы можем контролировать. Так все, я же выполнил. Что такое? Интересно. Орион, ты что? А, я, видимо, его не спросил. Вот, блин, дурак. Сейчас перезагрузимся тогда. Наверное, я еще с ним после не поговорил. Так. Вступить в совет. Все, да, теперь он вступит в совет. Так, еще раз придется спросить тебя. А, я ответил уже, да? Окей. Отдает нам серебряный посох мира, который, кстати, друзья, он нам понадобится. Тоже паралич дает. Тем не менее, хоть какая-то награда. Надо будет съездить и уже вот это все продать. На самом деле, в следующей серии. Опять же, сходим в трибунал. Еще задание. Нам нужно посетить яичную шахту Муданмул, чтобы излечить ее от Мора. Да, пусть научат заклинанию исцеления Мора. Она находится в Гнисисе. Если хотите, можете купить свитки исцеления Мора у Гетмана. Да, я научил. А где точно в Гнисисе-то находится? Ну, это на самом деле не важно. Найдем. Я думаю, времени хватит еще слетать нам обратно в Стритмору. Чтобы закончить сегодня с этим. А здесь еще нужно ведь исцеление отдать. Йома, что-то сегодня нам вообще с погодой не везет, друзья. Какая-то все темная и темная. Кому, правда, здесь надо было отдать? Наверное, в храм, скорее всего. Сейчас, прочитаем. Анделу, Тель... Да, андилу, да? Исцеление Мора. Аптекарю из Тельвоса. А это Вос просто, да? Сомня Воса. А вот что-то в Тельвосе-то я не помню, что там, кто там, кто такой андил вообще. Давайте в часовню заглянем. Эль-Тринюла, Долен. Ладно, на самом деле, не важно. Потом как-нибудь отдадим тогда. Сейчас летаем пока что в Стритмору. И я хотел бы показать последнюю на сегодня вещь, чтобы закончить. Так, где у вас тут Гатрэн-то? Три вопроса. Да, он ответил. Три свитка-посланника. Что это такое у нас? Чинь акробатики. Вызов с кампа. Хм. Забавно. И еще одна работа. Нам нужно... Так. Двимерские руины Нучлефт посетить. Но так как мы их уже посетили за гильдию магов и нашли там все чертежи, поэтому нам пришлось украть стих уже из самого музея артефактов. Да, вот они. И дает нам схему... А, мы отдаем схему. Он дает нам цифалоподный шлем Гатрэна. Последнее, наверное, что я хотел здесь показать. Крайне интересный шлем тем, что он вызывает Дреймору аж на 120 секунд. То есть, призыв шлема, это не важно. Но то, что Дрейморы, это круто. Это целое у вас, считайте, распоряжение существо уже. Я думаю, что ходить будем пока что так. Выглянем уже... Не знаю, это, наверное, Колов Ктулху мне уже напоминает. Но, тем не менее, лучше, чем лицезреть рожу Бретона. Мне она не очень нравится. Но, тем не менее, вот так вот уже ходить будем. Скоро и перчаточки сменим. И, я думаю, это у нас уже будет такой интересный облик. Итак, друзья, всем спасибо, кто смотрел. Я думаю, на этом все. Увидимся в следующей серии. Всем пока.